Привет! Снова. В общем, лежала я, лежала со Златой, поняла, что спать я ни что-то у меня не получается. Почему бы не записать еще одно видео? Тем более, что, знаете, как бывает, поперло. Вот меня сейчас поперло. Смотрела я фильм «50 оттенков серого», вторую часть, и первую смотрела. И решила с вами поржать на эту тему. Надеюсь, я успею снять это видео, пока не проснется Злата. Я даже записала себе, что меня больше всего удивило в этом фильме. Значит так, первый пункт. Ложь, пиздёшь, не нужны ей деньги. Вот это мне понравилось, знаете, когда он ей говорит, что он ей машину покупает. Она такая, нет, что, мне не нужны деньги. Ах, боже, мы живем уже в 21-м столетии, да. Как это тебе не нужны деньги? Всем нужны деньги. Мы для того и на работу ходим, чтобы зарабатывать деньги. Мы для того и живем, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы жить комфортно. Когда женщина хочет показать мужчине, что она самостоятельная, это, как бы, типа, в принципе, хорошо, но если ты потом эти деньги возьмешь, то это нифига не прикольно. И вообще я считаю, что нету здесь ничего постыдного, если мужчина хочет тебе помочь. Мы для того, в принципе, и женщины, что мы должны быть мягкие, мягкие, там, я не знаю, зарабатывать деньги, ну, конечно. И она тут, типа, эти деньги у него не берет. Но, знаете, еще есть шоу «Холостяк». Я ненавижу это шоу, и вообще не понимаю, почему еще столько сезонов этого «Холостяка» есть. Дело в том, что каждая конкурсантка, вот я вот там пару раз, пару серий сотрела, и то с разных сезонов буквально по одной серии. И вот каждая говорит, сидит она ему и втирает этому «Холостяку». Ты понимаешь, я с бедной семьи, у каждой был только один мужчина, у всех очень тяжелая судьба. Этот один-единственный мужчина, который у них был, их предал, ну, как вариант, как у всех. Так, пытание. Откуда у вас силиконовые сиськи? Откуда у вас накачанные губы? Откуда у вас брендовые вещи? Если вы с бедной семьей, если у вас был один-единственный мужчина, который вас просто явно обижал, который вообще вам ни в чем не помогал, откуда у вас это все взяло? Нормальная среднестатистическая девушка, женщина не может заработать на нормальной работе, если она не спит со своим начальником, а живет только там на зарплату. Тем более, им еще там всем почти 22-23 года. То есть они даже какой-то институт не успели закончить и нормально проработать, чтобы достичь какого-то карьерного роста. И вот они все сидят и трусят, что они такие все бедные и несчастные, что один-единственный их бил из меня. Но они настолько все затюнингованные и настолько в них уже вложено денег, что именно постает один вопрос, где они взяли эти бабки. Поэтому я не люблю смотреть такие сериалы, передачи. Второе. Смешно, когда вынесли жопой вперед. А, единственный смешной момент, который был в этом фильме, когда он ее вынес жопой вперед. И это типа горничная, там его уборщица это все типа заметила. Вот единственный момент, когда я посмеялась, если бы не было в этом фильме песни Crazy in Love, этого фильма вообще бы, наверное, не было. И единственное, что мне понравилось, это ее губная помада. Все это вот такое вот, что самое мне запоминающееся, интересно. И вообще, если они решили снять такой фильм, они бы хотя бы актрису какую-то сексуальную взяли. Ну, взяли прям серую мышу. Боже, да в Штатах такие телки, все красивые. А он прям миллионер от Бога и влюбился именно в нее одну. И она его как-то помадой помазала. И он такой, я не знаю, не считаю это сексуальным, что ты его помадой помазала. И он такой типа, Кристиан. И он там, о, Настейшев. А-а-а, боже, ну как же так наигранно. Ну как же так не по-настоящему. Ну вот прям не по-настоящему. А мои девки и подружки ходили еще и в кинотеатр. Говорят, боже, мы смотрели этот фильм. Мы так балдели. Он такой сексуальный. А-а-а. Вы вообще о чем? Я не знаю. Садомазохизм. Вот вы понимаете, в нашем мире всегда были извращения. Всегда, еще когда цари были, они там тарабанились один с другим. Это типа, ну как, это не нормально, но это всегда было. После выхода этого всего фильма, понимаете, типа, получилось так, что это то, что было, стало с понтом нормально. И каждый человек, который даже не любит это Садомазо, который ему это не нравится, он старается сказать, что ему это нравится, потому что он считает, что это сейчас модно. На самом деле это нифига не модно. Но я смотрела такую передачу National Geography. Там была типа странные пары, странные пары людей. И там была одна семейная пара, которые не любят прикасаться друг к другу именно телом. У них есть такие резиновые, господи, прости, даже не знаю, как это назвать, презервативы. Да не знаю, что это большой резиновый латексный презик. Там есть отверстие только для рта и от копчика до пупка, короче. Типа, чтобы не задохнулись и не промахнулись. Они расстеляют себе, короче, на пол резиновую какую-то там тряпку, какой-то брезент. Обмазываются маслом. И вот это они типа так валяются в этих латексных... Вот так они любят друг друга. Да вы ладно, да вы чё, это как? Это ж как слымаки, как... Я не знаю, ну как так может быть? Вот как? Это ненормально, когда люди не хотят чувствовать друг друга, а хотят в каком-то жире валяться. Это нужно идти к психиатру. Это не надо смотреть 50 оттенков серого и показывать вообще по телевизору и говорить, что вот есть такие странности. Это ненормально, когда человек получает возбуждение от того, что он занимается какой-то мерзостью. Это, конечно, мое субъективное мнение, но я не понимаю этого. Мне кажется, что это нужно... Это нужно лечить. Это ненормально. Что я там дальше написала? Написала тебе тут в конце. А в конце вообще пиздец. Типа продолжение следует. Кстати, да. Причем там эта старая баба вообще. Типа, что она его там научила этим извращением или как. И вообще каким макаром она там оказалась. Короче, вторая часть такая тупорылая, что прям тупорыли и некуда. Я говорю, если бы не та песня, то я бы, наверное, вообще бы не смотрела. Это богатая семья, это богатая семья, миллиардеры, все. И они так, ой, Анастейша, привет, добро пожаловать, там то-сё, она там какие-то фотографии. А, блин, вот забыла. Самое тупорылое, что было в этом фильме, помимо всего, что он сам весь тупорылый. Это то, что, когда он спал ночью, ему что-то приснилось. Анастей поспитал. И она сказала, о боже, Кристиан, Кристиан, проснись. Люди добрые, вы адекватнее, вот все, кто меня смотрит. Когда вам снится что-то страшное во сне, вот, например, даже я по себе сужу. Вот мне что-то приснилось, я вздернулась и сразу проснулась. Это, чтобы не проснуться, чтобы тебя пять минут тросло в конвульсиях. Это надо, чтобы такой сон был крепкий. Это, я не знаю, надо литровискаря в тарабане, чтобы тебя вот вырубило, что уже хочешь проснуться и не можешь. И она сказала, о боже, его тросёт. Боже, Кристиан, бедненький мой мальчик. Что же тебе снится такое страшное? Короче, катастрофа. Напишите мне по-другому, снизу, что вы думаете об этом фильме и о холостике, и о... Короче, надеюсь, вы чуть-чуть расслабились, посмеялись, попили кофе вместе. И, наверное, сейчас я буду смотреть, пересматривать этот фильм, короче, и думать, что ж Юлька там такое плетала неимоверное. Ну что, до завтра, до следующего видео. Пока.